Соглашение и рост товарооборота. Именно этого ждут от поездки в Иран саратовские предприниматели. Итоги визита они сегодня обсуждают вместе с представителями власти. Исламской республике интересна продукция животноводства и товары сельского хозяйства региона, а также зерно. Если мы говорим по экспортным поставкам для бизнеса, это всегда возможность вернуть НДС. В Иране продукция российская востребована. Страны находятся под санкциями. Немного продукции, которую они раньше покупали в Западной Европе или в Соединенных Штатах Америки, она просто сейчас им недоступна. Поэтому наш товаропроизводитель для себя открывает этот новый рынок. Это возможность увеличить мощность производства. Бизнес-миссия в Иран состоялась в августе. Саратовская делегация побывала в двух провинциях Исламской республики. Организовал поездку Центр поддержки экспорта Саратовской области совместно с Торгово-промышленной палатой. Преимущество нашего региона еще и в том, что он удобно расположен в плане логистики. Уверяют эксперты. Движение товаров возможно по Волге и далее через Каспийское море. Мы можем загрузить на шести точках загрузки в Саратовскую область. Самый крупный порт – это, конечно, Волгский терминал, который в состоянии загружать в год до 400 тысяч тонн. И это прямая поставка продукции в порты Ирана. Существенную помощь предпринимателям оказывает Центр поддержки экспорта Саратовской области. Организация компенсирует часть затрат на транспортировку, софинансирует подготовку документов, помогает с их переводом. И в дальнейшем по результату этих бизнес-миссий мы прорабатываем барьеры. И уже на федеральном уровне нам удается лоббировать изменения в нормативно-правовых актах. Как говорят представители Минэкономразвития области, планы на этот год – расширять сотрудничество, налаживать контакты с другими странами. Уже осенью намечены бизнес-миссии в Узбекистан, Туркмению и Турцию. Оксана Лючева, Максим Повставалов, Саратов-24. Которые мы будем поставлять.